О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях. Я Екатерина Лысенко. Здравствуйте и смотрите в выпуске. Судьба соглашения об ассоциации Украина и ЕС. Сегодня в Брюсселе проходит последний в этом году саммит лидеров стран Евросоюза. И среди первых вопросов в повестке дня ратификация соглашения. У Нидерландов, как известно, особые условия. Голландцы хотят подписания дополнительного документа. На каких пунктах настаивает премьер Нидерландов и что говорят европейские лидеры? Все узнаем у Софии Гордиенко. Она сейчас в Брюсселе. Софа, здравствуй. Расскажи, как проходит обсуждение, к чему готовы европейцы в вопросе ратификации договора с Украиной? Здравствуй. Кстати, мне кажется, что наконец-то решение было принято и оно позитивно. Я вижу моих коллег-журналистов, которые сейчас как раз здесь прогуливаются уже с решением европейского саммита. То есть было принято это решение. Они мне только успели сказать, что согласовали что-то, но дальше идут технические вопросы. И сейчас журналисты расшифровывают это, потому что написано очень тяжелым бюрократичным языком. Но хочу вам сказать, что сегодня было ясно, что дело сдвинется с мертвой точки, потому что Марк Рюта, которого так ждали, он приехал с самого утра, он оказался между молотами на ковальне из-за нашего соглашения об ассоциации. Ведь голландцы сказали соглашению нет, а он пытается это нет всеми силами превратить да, и он, по-моему, нашел выход. То есть он привез документ, в котором должно быть прописано, что соглашение об ассоциации ни в коем случае не означает для Украины будущего членства в ЕС, а также финансовой и дополнительно финансовой и военной помощи. И вот с этим решением, возможно, все-таки соглашение об ассоциации будет ратифицировано. Надо сказать, что никогда и никому в голову не могло прийти, что соглашение об ассоциации это первый шаг для нас в ЕС. И фактически эта бумага, дополнительная бумага, будет иметь просто психотерапевтические эффекты для тех же голландцев, которые проголосовали на референдуме против. Таким образом Рюте просто сохранит лицо перед своим народом. И он также сегодня сказал о том, что если не будет подписано это соглашение, это будет слишком жирный подарок Кремлю. Ну и президенты, они тоже были настроены оптимистично, я попрошу дать прямую речь. Я думаю, сегодня мы достигнем соглашения и поймем, чем этот договор на самом деле не является. Думаю, этого будет достаточно, чтобы его ратифицировать. Россия это возрастающая угроза. Смотрите, что происходит в Крыму и на востоке Украины. И на ракеты, которые размещаются между Польшей и Литвой. Мы, Нидерланды, не можем разрушить европейскую солидарность, и потому надо решить этот вопрос. Я надеюсь, наше предложение будет принято. Что касается нашего потенциального членства в Евросоюзе, конечно, оно возможно. Оно возможно непонятно когда. Никакие перспективы не оговорены. Но, тем не менее, Украина должна как минимум приблизиться к каким-либо европейским стандартам жизни, уровню коррупции и свободе слова и правам человека. Это как минимум. Мы должны хотя бы быть более-менее похожи на наших западных соседей, а не на восточных. Студия. Соф, еще один вопрос. Что по санкциям для России? По санкциям для России ни первый, ни последний раз все повторяют, что санкции полностью привязаны к минскому процессу. То есть, если мы включаем новости, мы видим, что на Донбассе опять стреляют, и у нас нет никакого контроля над границей, собственно, что и происходит. Соответственно, никакие санкции сняты не могут быть, и они будут продлены автоматически. Об этом говорила и Федерико Мугерини накануне, а также в один голос заявляли Франсуа Оланд и Ангела Меркель. Кстати, они сегодня тоже будут говорить, отчитываться фактически о минском процессе. Они будут рассказывать, какие подвижки у нас в этом вопросе. И я вам хочу сказать, что сейчас мы ждем, конечно же, всех брифингов и анонсов. Я видела, что Марк Рютте только что вышел уже из зала. Он, скорее всего, направляется как раз на пресс-конференцию свою. Так что мы можем узнать больше, и, возможно, я вам расскажу больше уже под конец выпуска. Студия. Спасибо. Надеюсь, в конце выпуска мы еще раз поговорим о результатах переговоров в Брюсселе. А вот как отреагировал на новости из Брюсселя президент Европарламента. Мартин Шульц призвал лидеров ЕС найти выход из ситуации, которая сложилась с ратификацией соглашения об ассоциации с Украиной. В своей речи он напомнил о цене этого документа для украинцев. Люди вышли на улицу, на Майдан. Они умирали за соглашение об ассоциации. Потом мы, как ЕС, ратифицировали соглашение, за которое молодые люди в Украине отдали жизнь. А теперь ЕС не ратифицирует и не делает возможным полное вступление в силу. А что же с безвизом? Европарламент сегодня одобрил механизм приостановки безвизового режима с третьими странами. За принятие соответствующего документа высказались 485 евродепутатов. Против были 132, а 21 воздержался. Итак, согласно новым правилам, безвиз приостановят, если увеличится число необоснованных ходатайств о получении убежища от граждан страны, участятся отказы во въезде и пребывание в ЕС для граждан страны, будет ненадлежащее сотрудничество с властями по реадмиссии. Иными словами, возвращению мигрантов. Кроме того, визовый режим вернут, если граждане третьей страны будут представлять угрозу безопасности европейцев. Казалось бы, главное препятствие на пути Украины к безвизу устранено. Определение механизма его приостановки европейские лидеры назвали основной причиной задержки в решении вопроса. Но уже после голосования стало известно, безвиз для нас снова отложен до 3 апреля. Впрочем, в Европарламенте уверяют, дата может быть изменена. Переносили ее евродепутаты не раз. То называли 18 января, то 1 февраля. Отложен вопрос безвиза и для Грузии на февраль. В украинском МИДе решение Европарламента не комментируют, а вот украинские политики уже выразили недовольство. Так, первый вице-спикер Ирина Герасченко заявила, действия Евросоюза по промедлению с либерализацией безвизового режима с Украиной вызывают разочарование и возмущение. По ее мнению, сейчас украинское общество теряет доверие к ЕС, и в этом вина и ответственность самого Евросоюза. Почему же безвиз для Украины снова перенесен? Этот вопрос в Брюсселе нам прокомментировал корреспондент радио Свобода Рикард Йозвек, специализирующийся на украинском вопросе. По его словам, на разработку документов понадобится до 9 недель, но приступят, скорее всего, только после нового года. Потом необходимо еще 20 дней для переговоров и самого голосования. Кроме того, мешают и внутриевропейские проблемы. Это может произойти как в конце марта, так и растянуться на неопределенный срок. Нужно учитывать ситуацию в Европе. В механизме приостановления безвиза для Украины просила Франция. Весной там предстоят сложные выборы, и если к власти придет Лепен, это будет означать закат Евросоюза. В таких условиях понятно, почему Франция и, возможно, другие страны ЕС не хотят, чтобы еще 50 миллионов украинцев получили возможность приехать в Европу. Впрочем, саммит ЕС, естественно, не ограничивался украинским вопросом. Что еще обсуждали лидеры Евросоюза, в том числе в неформальной обстановке, и кто же оказался изгоем в компании европейских топ-чиновников? Выяснила Светлана Чернецкая. ЕС указывает Британии ее место, и оно не за круглым столом объединенной Европы. Терезу Мэй пригласили в Брюссель обсудить вопросы миграции, безопасности, отношения с Украиной и Россией. Но график саммита составили так, чтобы обсуждение выхода Великобритании из Европы оказалось последним вопросом повестки дня. Британского премьера отправляют домой, а остальные 27 лидеров ЕС остаются за ужином обсуждать Брекзит, выстраивать стратегию и обмениваться идеями. Все это останется тайной для Лондона. Сама Тереза Мэй уверяет, переговоры лидеров за ее спиной это нормально. Это правильно, что лидеры стран ЕС готовятся к переговорам по Брекситу, поскольку мы тоже к ним готовимся. Мы будем выходить из ЕС и хотим, чтобы все прошло гладко и упорядоченно. Похоже, Евросоюз настраивается на длительный процесс. Посол Британии в ЕС Айван Роджерс предупредил свое правительство, что финализация торгового соглашения с Европой может занять 10 лет и все равно провалиться. Ведь при этом предусматривается согласие каждой из 27 стран ЕС. Ну а что касается повестки этого саммита, то ее пришлось изменить в последнюю минуту. Внеочередной темой стала ситуация в сирийском Алеппо. В Брюссель приехал представитель этого полуразрушенного города с просьбой о помощи. Сейчас более 50 тысяч человек остаются там, ожидая свою смерть. Вот что мы просим у ЕС. Нам нужна сильная позиция Евросоюза, чтобы уберечь гражданских и убрать преступников. Для нас это последняя возможность. Нужно объявить режим прекращения огня. Это то, чего должен требовать Европейский Совет. А также провести эвакуацию мирного населения и в конечном счете политические переговоры. Европа должна громко заявить о своей позиции. Высокий представитель ЕС Федерико Маггерини заявила, Европа понимает, что ответственны за гуманитарную катастрофу режим Асада и его союзники Россия и Иран. И пообещала использовать все влияние Брюсселя, особенно по отношению к Ирану, чтобы помочь защитить мирное население в Алеппо. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. За событиями в сирийском Алеппо следит весь мир. Сегодня там началась эвакуация вооруженных повстанцев и их семей из разрушенных восточных районов города. Изначально это планировали сделать в среду, но в Алеппо вновь начались столкновения. По предварительной информации, вывозить людей будут на 20 автобусах по специальному коридору в направлении города Идлиб. Известно, что сирийские власти гарантировали безопасность всем членам вооруженных формирований, решивших покинуть город. Тем временем Россия заявила о приостановке переговоров с Вашингтоном по ситуации в Алеппо. Своей вины Москва не видит. И к ситуации на Донбассе. На Дебальцевском направлении боевики не прекращают обстрелы из тяжелого вооружения. Под прикрытием минометного огня к позициям наших военных в обход пытались подойти диверсионно-разведывательная группа наемников. Таких прорывов за последнюю неделю армейцы насчитали уже несколько. Подробности от Ирины Баглай с передовой. И таких разорвалось три десятка, насчитали за ночь военные. Наталья Анатольевна, одна из троих местных жителей окраины Луганского, кому некуда деваться. За один раз к ней в огород прилетело 13 мин. Вот эти вот, вот как раз вот тут у меня была куча кирпичей, и это, и хотели перекрывать. Вот там у нас вот воронка, и разбила опять все окна. Четвертый раз уже стеклили окна. Зимой женщина с соседкой в летней кухне. Дом весь разбит, и отопить его не хватит угля. В этом году завести только пообещали. А потом сказали, там, ну, не положено в зоне живете разбитых, все. А тут, где на военных действиях живете, там никому не положено. Сюда никого не пропускают к нам. Как будто мы тут и не живем, и не существует. Нас для них, ни для кого нет. Хорошим хозяевам и в полусотни метров от передовой удается прокормиться. Красота наша. И капуста, и морковка, и картошка, и лук у нас все есть. Обстрелы пересиживают в этом подвале. А этой ночью к ним в село пытались пробраться диверсанты. Диргия пытается вот по посадке пролезть. Вот она, мы ее видим. Напротив, позиция боевиков, которую еще летом украинским военным удалось захватить, отбивая атаку наемников, и удержать. Потом поступила команда отступить. Теперь боевики ее укрепили и регулярно ведут оттуда корректировку огня своих соседних позиций. Туда часто с Дебальцева заезжают машины, подвозят им БК. Там у них техника работает, БМП. И все, что-то, может, так особо не видели. Хорошо прячут. Где-то с тех районов еще миномет у них работает по нам. Бывают, как завезут, как они начнут по нам гатить со всего, что можно. Бьют боевики с трех сторон из оккупированных Логвинова, Дебальцева и Углегорска. Ирина Баглая, Андрей Костюк и Игорь Щепет из Донецкой области. Подробности в телеканал Интер. Украина готова обменять 228 задержанных на 58 украинских заложников. О такой инициативе сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит. А чтобы разблокировать процесс освобождения пленных, Украина передаст в Ордло первых 15 задержанных за сотрудничество с боевиками. Кто эти люди, рассказала уполномоченный президент по вопросам мирного урегулирования на Донбассе Ирина Геращенко. У каждого нашего заложника, который незаконно там удерживается, четырех и более человек. Не только о заложниках. Служба безопасности Украины выяснила, о чем же шла речь на тайных переговорах народного депутата Надежды Савченко с представителями Ордло в Минске. Напомню, ранее Савченко заявляла, что на встрече с главарями ЛНР и ДНР обсуждала вопрос освобождения пленных. Но вот в СБУ уверяют, что выяснили подробности разговоров. Я знаю, что по результатам этой встречи представника Украины, народного депутата, обговоривались калуарные вопросы не только освобождения заручников, а снятие экономических санкций из регионов, а также вопросы амнистии. А группа нардепов из радикальной партии потребовала исключить Савченко из Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны. Фотокопии постановления, под которым собирают подписи, опубликовал на своей странице в Facebook Игорь Масичук. Проголосовать собираются на ближайшем пленарном заседании. В случае исключения Савченко лишится доступа к секретным документам. Савченко останется под стражей до 30 января 2017-го. Такое решение принял Мосгорсуд. Там сегодня рассматривали апелляционную жалобу адвокатов украинского журналиста и отказались ее удовлетворить. В заседании Сущенко принял участие лично. Его доставили из СИЗО Лефортова. Слушание проходило в закрытом режиме. Прессу пустили только когда суд оглашал решение. За несколько минут до выхода судей из совещательной комнаты Роман смог впервые с момента заключения пообщаться с коллегами. Спасибо украинским журналистам, которые пишут, помнят, зарубежным коллегам, которые интересуются нашей судьбой. Будем ожидать решения этого суда и следующих заседаний. Предварительное заключение пока ограничивается сроком в 4 месяца. Однако адвокаты уверены, что меру пресечения, вплоть до приговора, следователи менять не будут. Само же расследование, как полагает Марк Фейгин, может продлиться до весны будущего года. Хотя оснований для этого нет. По делу проходит свидетелем, один основной свидетель обвинения, и несколько еще, это сотрудники ФСБ, больше ничего. Поэтому как бы и дело ткутся. То есть на самом-то деле там всего лишь меняется два фактические эпизода. И учитывая эту ситуацию, так сказать, разумными сроками, можно ли назвать содержание под стражей 2, 4, 6 месяцев? С точки зрения защиты нет. Сегодняшнее решение Мосгорсуда прокомментировали и в украинском медиа. Следующая отмова о измене запобежного захода свидетельствует продолжение тиска на наших граждан, на Романа Сущенко, на упереденность российских судовых органов под час розгляда справа. Безусловно, здесь Украина продолжит вымогать от российской стороны негально освободить затриманного за политическими мотивами украинского журналиста Романа Сущенко. Очередное заседание по делу Романа Сущенко состоится уже в следующем году. 2017-й он встретит в камере следственного изолятора. Ирина Иванова, Олег Неведомский. Подробности телеканал Интер. Разрешили задержать. Печерский рай суд Киева удовлетворил ходатайство военного прокурора о задержании экс-президента Виктора Януковича и доставке его в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом на своей странице в Фейсбук написал генеральный прокурор. Юрий Луценко обнародовал текст решения, в котором говорится, его действие будет длиться полгода в рамках досудебного следствия. Напомню, 9 декабря адвокат Януковича Виталий Сердюк вернул ГПУ сообщение о подозрении, дескать, во время его объявления был нарушен закон. В свою очередь в Генпрокуратуре заявили, Янукович все же имеет статус подозреваемого. Легитимный передумал. Беркут не превышал полномочий на Майдане, заявил сегодня Виктор Янукович. Беглый президент утверждает, что его слова неверно истолковали СМИ. Мойл во время видеодопроса по делу об убийствах на Евромайдане, он всего лишь сказал, что были отдельные случаи, в которых надо разбираться. Сегодня же Янукович в Москве давал показания по другому делу о так называемом госперевороте в Украине, которое рассматривает Дорогомиловский суд. А в Киеве заседание по делу о расстреле активистов Евромайдана беркутовцами снова перенесли. Теперь на 20 декабря. Сегодня слушание длилось 4 часа. За это время успели допросить только одного свидетеля. Отца героя Небесной сотни, харьковчанина Владислава Зубенко. Напомню, 22-летний Владислав в феврале 2014-го получил огнестрельное ранение на улице Институтской и через несколько дней скончался в больнице. Отец погибшего теперь требует 1 миллион гривен моральной компенсации. Он выставил иск не только пятизадержанным экс-беркутовцам, но и всему Министерству внутренних дел Украины. Он ехал, чтобы защитить Украину. Независимость Украины защитить злочинную армию. Пуля, врач говорит, начала гулять по телу, задела легкие, печень, почку и вышла со спины там задехли. Заседание в этот раз прошло без неожиданностей. На скамье подсудимых были все пятеро экс-беркутовцев. Напомню, в конце ноября слушания сорвали активисты правого сектора и организации вильнелюды. Они заблокировали выезд из СИЗО. Главный правоохранитель Арсен Абаков тогда препятствовать протестующим не стал. В результате судно, которым наконец-то должны были допросить беглого Януковича, пришлось переносить. Имя министра внутренних дел уже не раз связывали с радикалами, а представители тех же вильных людей были замечены на пикетах возле нашего телеканала. Поджог студии подробностей тоже связывают с окружением министра. По результатам расследования, проведенного оппозиционным блоком, одним из исполнителей атаки был назван советник Авакова Илья Кива и радикалы из Братства. Министр говорит, спустя полторы недели после кровавых событий в Княжичах глава МВД публично прокомментировал трагедию. И то не по своей воле журналисты расспрашивали, что отвечал министр и какие заявления сделал шеф полиции. Подробнее наши корреспонденты. Кто ответит за пять смертей в Княжичах, главный вопрос к правоохранителям. Исполняющий обязанности шефа полиции заявляет, это должна решить генпрокуратура, которая расследует дело. Но, видимо, копы уже нашли виновного. Однако привлечь его к ответственности невозможно. Скорее всего, речь идет о погибшем майоре Виталии Валецком. Он был старшим в группе корда. Получается, по версии Трояна, он и должен был бы отвечать перед судом. Значит ли это, что за гибель полицейских на скамью подсудимых никто не попадет? Вопрос пока без ответа. А вот версию о том, что под прикрытием корда оборотни в погонах сами грабили дома, в полиции опровергают. Это полная ереса, такого не было. Мы уже даже проверили это с самого начала. Там есть переговоры разведников. Есть, они записаны полностью, как они доповедали, что есть люди, которые проникли в соседнюю будильнюю. И две годы они по телефону доповедают, доповедают, доповедают. Еще больше вопросов к руководителю МВД. В день трагедии он улетел в заграничную командировку и, несмотря на случившееся, не прервал свой вояж. Даже на странице в соцсетях известный фейсбучный министр за все это время ни слова не написал о событиях в Княжичах. Сегодня тоже немногословен. Рассказал, что видит как минимум пять кандидатов на должность главы нацполиции. Имен, конечно, не назвал. Что касается Княжичей, пообещал новые инструкции для полиции охраны и кадровые чистки. А вот сам уходить в отставку из-за трагедии не собирается. А вот что ответил министр генпрокурору, который рекомендовал уйти в отставку главе киевской полиции Андрею Крещенко, подписавшему приказ о спецоперации. Я думаю, что генеральный прокурор имеет свои повноважения радовать в своей структуре и говорить, что он имеет право после того, как он знакомится с материалом. Еще ранее генпрокурор сделал громкое заявление о непосредственных координаторах спецоперации, в том числе и заме Крещенко. Полиции уже провели свою проверку и результаты не разглашают. На следующей неделе обещают передать отчет в генпрокуратуру. Что же касается банды грабителей, которых пытались поймать правоохранители в Княжичах, сегодня суд арестовал их имущество. Шесть человек по-прежнему под стражей, двое под домашним арестом. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Главу Центра избиркома Михаила Ахендовского сегодня допросили в антикоррупционном бюро. Напомню, во вторник в аэропорту Борисполь ему вручили подозрение во взяточничестве. По версии следователей, в 2012 глава ЦИК незаконно обогатился более чем на 1,2 млн грн. Все обвинения Ахендовский опровергает и заявляет со следствием сотрудничать готов и не собирается покидать Украину. За четыре часа допроса Ахендовский сумел опровергнуть обвинение НАБУ. Глава ЦИК сообщил, уже подал ходатайство о прекращении уголовного дела и надеется на его скорое рассмотрение. В случае закрытия дела ответственность могут понести сами правоохранители за незаконное предъявление подозрения. Нападение по новогоднему. Три Деда Мороза избили депутата в Николаеве. С травмами его доставили в больницу. Кто заказал Дедов Морозов и при чем здесь угон самолета, знает Кирилл Ющишин. Напали на депутата около 9 утра. Федор Барна спускался по ступенькам офисного здания. Внизу его поджидали мужчины в масках Деда Мороза. Три человека, шапочка Деда Мороза и борода, прошли вот так вот вдоль ряда и пошли. А я еще думала, куда они, интересно, пошли. Думала, рыночные ребята, может, думаю, кто-то, знаете, там, поздравлять будет кого-то. И потом через пару минут я просто услышала крики. Нападавшие оказались с юмором. Прежде чем повалить на землю, рассказал Барна, один из Дедов Морозов поздравил его с Новым Годом. А уже потом стали избивать дубинками и ногами. Депутат стал кричать и мужчины убежали. За ними погнались, поймали одного. Они были на середео. Двое выскочили, с ножами напали на людей, отбили, сели в машину и уехали. Машина, на которой скрылись Деды Морозы, числится в угоне уже полгода. Барну доставили в больницу. Его состояние средней тяжести. Ушиблены множественные раны головы, раны нижней конечности. Госпитализация больного, учитывая черепно-мозговую травму, обязательно. Федор Барна, глава бюджетной комиссии Николаевского облсовета. Говорит, нападавшие работали по заказу. Подозревает в этом исполняющего обязанности директора аэропорта. Дескать, недавно на заседании комиссии между ними возник конфликт из-за Ил-76, который угнали прямо из аэропорта. Депутат подозревает, что директор вступил в сговор с собственником, чтобы тот не возвращал долг за стоянку около двух миллионов гривен. Был самолет, куда он делся. Он говорит, я не знаю, я дозви не давал. Он был, он улетел. Но я пилотов не запускал. Его как это режимный объект? Он говорит, тогда с тобой пограют люди в другом месте. Впрочем, директор Николаевского аэропорта все обвинения опровергает. Он допустил высказывания, которые не соответствуют действительной, которые, я считаю, недостоверные. Я обратился в суд. Других способов как бы я не особо приветствую. Кстати, за последнее время это не первое подобное нападение в Николаеве. Ранее была избита женщина-депутат горсовета. А в соседнем Херсоне неизвестное избили куском арматуры замглавы облсовета. Но если в Херсоне нападавших нашли, то в Николаеве нет. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер Николаев. Второй раз уходит от ответственности ужгородский судья. И оба раза за вождение автомобиля в неадекватном состоянии. В этот раз патрульным не удалось доказать, что судья управлял машиной под влиянием наркотиков. Почему? Разбиралась Марина Коваль. Полицейские гоняли за джипом ужгородского судья почти час. На требование остановиться он не реагировал. Уже за городом Михаил Ратмистренко бросил машину и пытался сбежать. Его поймали. Произошедшее судья объяснил чудесами телепортации. Якобы он мирно спал дома и вдруг полицейские разбудили его посреди поля. Судья отвезли в наркодиспансер. Тест показал, в крови алкоголя нет. А вот результаты анализов на наркотики полицейские получили только сегодня. Врачи говорят, сдавать кровь судья отказался. А заставить пациента выжить из себя жидкость в необходимом количестве невозможно. Возможно, судей придется пройти еще и психиатрическую экспертизу. Такую рекомендацию дал нарколог. Ведь объяснения, данные им во время задержания, мягко говоря, вызывают много вопросов. Для того, чтобы провести какую-то психологическую или психиатрическую экспертизу, это должно быть через решение суду, за решением суду. Если это имеет правительственный характер. Если человек сам не выявит желание это сделать, то это делается правительственным решением суду. Останется судья в Мантии или нет после этого случая, может решить только высший совет юстиции. В областной прокуратуре говорят, уже обратились с запросом, чтобы Михаил Ратмистренко понес хотя бы дисциплинарную ответственность. К слову, в неадекватном состоянии за рулем его останавливают не впервые. Летом полицейские поймали этого служителя Фемиды в Мукачеве. Тогда он был за рулем пьяный. Тогда все закончилось для судьи легким испугом. Мукачевский райсуд закрыл дело в связи с истечением срока давности. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Ужгород. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Дорогой Буковинский дуб. На что идут дельцы, чтобы вывести лес из Украины? Украденные протоколы, как в Израиле у генерала смогли украсть секретные документы? Отель имени себя. Распрощается ли Трамп с недавно возведенной фешенебельной гостиницей и другим бизнесом? НАБУ обвиняет специализированную антикоррупционную прокуратуру в нежелании давать вход так называемому делу авиакомпании МАУ. Как заявил директор НАБУ Артем Сытник, доказательств достаточно, однако прокурор САП не подписывает подозрения. Напомню, авиакомпанию подозревают в неуплате более чем 147 миллионов гривен в государственный спецфонд в 2014-2015 годах. Происходило это по мнению следователей под покровительством бывшего руководства госавиаслужбы. В то же время в НАБУ вызывают на допрос бывшего нардепа Давида Жванию. Причина – последнее заявление беглого нардепа Александра Онищенко. Об этом сегодня сообщил глава бюро. Напомню, накануне Онищенко рассказал, что стал народным депутатом за 6 миллионов долларов. По его словам, деньги он передал Жвании, чтобы тот якобы договорился в Центрсбиркоме, после чего получил значок нардепа. А вот издание «Обозреватель» сегодня опубликовало запись под громким названием «А Онищенко проходит инструктаж ФСБ». На видео слышно, как перед началом интервью некто за кадром советует депутату, как отвечать на вопросы. Журналисты не исключили, что этот инструктаж могли давать представители ФСБ. В статье также говорится, что в последнее время нардеп регулярно летал на своем частном самолете в Москву, где его сопровождали офицеры Федеральной службы безопасности. Послушайте фрагмент записи и комментарий самого Онищенко, с которым нам удалось связаться. «Вопрос с этим принуждением и вопрос с безопасностью. Это важно, почему? Потому что, не дай бог, они что-то пытаются сделать, а у вас уже есть оказанность. Это чисто ваша безопасность, что вы их отвиняете. Вы сейчас не говорите, что я их обвиняю, вы говорите, что мне не угрожают. То есть, если с вами в следующий раз что-то произойдет, значит, виноваты они. Ну, это просто такой момент. Они не думали о этого ничего сделать». Ну, это задатель было производила 112 канала. Приезжал один из продюсеров 112 канала вместе со своим помощником с камерой записывали интервью со мной. Если вы не узнали голос продюсера 112 Зубрицкого, но если Зубрицкий у нас инструктор по ФСБ, ну пусть так у нас будет. Я думаю, он сам был комментарий по поводу того, для чего он брал интервью и когда оно выйдет. Никакого ФСБ, ни в том, нигде нет. Пусть хоть кто-то покажет, если меня уже отслеживают, пусть хоть кто-то сделает одну фотографию, что вот меня охраняют, там, ОСБ, или еще что-нибудь. Кроме разговоров и этих, картинок каких-то непонятно чего. Больше ни у кого ничего нет. До конца этого отопительного сезона Украина не будет покупать российский газ. Во всяком случае, без дополнительного соглашения. Об этом сегодня сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Ранее он отмечал, что на трехсторонних переговорах с участием европейцев решили не заключать дополнительное соглашение контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом». А без него покупка российского газа невозможна. Напомню, Украина уже год не импортирует топливо из России и полностью перешла на газ собственной добычи и импорт из Европы. За счет этого, по словам Коболева, удалось сэкономить почти полмиллиарда гривен. Это больше, чем 10 миллиардов гривен сейчас. Это те деньги, которые «Нафтогаз» может в результате або реинвестировать в отбывание газа, або заплатить в виде податков и дивидендов нашему акционеру, то есть государству. В этом году мы не покупали газ в «Газпроме» безусловно. Если российские коллеги не выставят желание принять стандартные условия контракта, то, скорее всего, до конца этой зимы мы не будем покупать газ в «Газпроме» и будем ждать решения в «Токольском арбитраже». Бюджеты местных общин увеличились, но полностью освоить дополнительный финансовый ресурс они не могут. Об этом заявил глава правительства Владимир Гросьман на форуме объединенных территориальных общин. Там собрались управленцы со всей Украины, обсуждали результаты децентрализации, которая стартовала два года назад. Несмотря на рост доходов, органам власти на местах по-прежнему не хватает полномочий. Правительство пообещало поддержку всех законопроектов, направленных на развитие местного самоуправления. Переданы в управление объединенных территориальных громад. Сегодня, когда мы видим 11 миллиардов заложников на депозитных рахунках, это с одного боку не подготовлены проекты. Почему? Потому что это деньги местного бюджета. С другой стороны, никто не ожидал и до конца не верил, что так будет увеличен бюджет. Более 100 тысяч подписей собрано по всей Украине в поддержку пакета законов справедливости и защиты, инициатором которых стал оппозиционный блок. Акцию сегодня поддержали и в Шостке Сумской области. Местные жители вышли сегодня на центральную площадь города и пришли с коммунальными платежками в руках. При существующем уровне пенсии и зарплат тарифы просто неподъемные, жалуются люди. На встречу к ним приехал лидер оппозиционного блока Юрий Бойко. Он заявил, что то, как сегодня живут украинцы, позор для власти. И заверил пришедших на митинг, что оппозиционный блок и дальше будет защищать интересы людей и не проголосуют за бюджет нищеты и разрухи. Первое вопрос, это, естественно, тарифы. С того, что мы видим, что показывали пенсионеры в своих платежках, это просто хорошее, что столько денег нужно на людину сплачивать, которая имеет мизерную пенсию, и практически в ней на жизнь ничего не остается. Я собственными очками, все видели сегодня платежки, которые принесли люди на площадь и показали мне, как им нараховали плату за коммунальные послуги. Мы будем продолжить эту акцию, пока не разбираем минимум миллион подписей. На Буковине разоблачили очередного контрабандиста, причем торговал он не сигаретами, а древесиной. Активисты обнаружили склад, где 250 тонн срубленного леса готовили к отправке за границу. Все подробности у Ольги Поломарюк. Это небольшой склад в райцентре Глыбокая. Сюда частные предприниматели свозят срубленный лес перед продажей. Активисты заинтересовались, на весь ли груз есть документы, пришли с рейдом. Первым проверили лесовоз, который вез на базу дубы и буки. Активисты заподозрили, что фальшивые документы не только у водителя этого лесовоза. Дальнейшая проверка это только подтвердила. Большая часть деревьев на складе не чипованы, а в накладных указаны совершенно другие размеры так называемых дров. Деревина очень дорогая. 200 годов дуб. Бук тоже. Никакого чипа не было. А где-то на каких-то чипах не попадали действия документов. У нас есть программа специальная. Активисты вызвали правоохранителей, и те начали проверку. Якобы даже опломбировали ворота склада. Но сегодня уже нет ни пломб, ни охранников, зато есть грузовик. Вы лис чекаете выгружать? А какая разница, что я чекаю? Я вас пытаюсь, что вы тут делаете? Я свою работу выполню. Ну, я тоже, я сплю. Я в зубке здоровья. А это место, где еще недавно росли те самые срубленные дубы, показывают активисты. Десятки гектаров. Теперь здесь лишь пеньки. 78 сантиметров. Якисная деревина дуб. Они специально снимают кору. Видите? Обдирает кору. Правоохранители заверяют об этом складе. И срубленном лисе знают. Дело расследуют. Зареєстровано криминальное проваджение за фактом використания подробленных документов. Проводится масса следственных действий. Там не только опитывания. Я думаю, что это затянется на месяц, может, даже на два. Что будет с этими деревьями через месяц, догадаться несложно. Буковинский дуб очень ценится за границей. Кубометр стоит от 8 тысяч гривен. В том, что разрешения на рубку ценной древесины у предпринимателей нет, активисты не сомневаются. И надеются, что правоохранители доведут дело до конца. Сколько деревьев за это время продадут, не знает никто. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновицкая область. За билетами на поезд сегодня только в кассы. Сайт Укрзалезницы подвергся кибератаке. Об этом рассказал гендиректор предприятия Войцех Бальчун. По его словам, накануне ночью атаковали шесть серверов Приднепровской железной дороги. А утром еще и систему распределения пустых грузовых вагонов. Из-за этого железнодорожникам пришлось вернуться к традиционным системам диспетчерского управления движением поездов. Руководитель Укрзалезницы считает, что все эти события – реакция коррупционеров, работающих на госпредприятии. Вчера презентовали систему автоматического распределения вагонов. 28 декабря начнется первый этап ее внедрения. И тут началась кибератака, которая касается прежде всего системы распределения грузовых вагонов. Инцидент не влияет на движение поездов. Это создает трудности для нашей организации эффективных перевозок. Кибератаку на Укрзалезницу совершили хакеры из Украины по российскому заказу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Амелян. По его словам, внедрение в информсистему грузоперевозок было отвлекающим маневром, чтобы похитить данные о пассажирских перевозках. Напомню, недавно хакеры взломали сайт Минобороны, повредили электронные системы Минфина и Госказначейство. Там сразу же заявили – это была попытка срыва бюджетного процесса. И ведомствам сразу же выдали 80 миллионов гривен на восстановление поврежденных ресурсов. В свою очередь, секретарь СНБО сообщил, что все эти атаки были заранее спланированы из единого центра в России. По его словам, цель киберпреступников – дестабилизация финансово-банковского сектора Украины. А в Израиле воры унесли из квартиры генерала компьютер с секретными документами. Армия проводит расследование. Генерал уволился, а в стране обсуждают, почему высокопоставленные офицеры нарушают запрет выносить за пределы штаба ценные документы. Больше расскажет Сергей Ослендер. Вот такая случилась неприятность. В Израиле ограбили генерала. Воры, среди прочего, похитили ноутбук с секретными документами. А офицер этот ни много ни мало – начальник кадрового управления генерального штаба генерал-майор Тополенский. И документы в его компьютере содержались самые, что ни на есть секретные. Разразился жуткий скандал. Тополенского обвинили в нарушении протокола хранения секретной информации. В соответствии с ним подобные документы можно выносить из здания генштаба лишь в исключительных случаях. Например, для какого-нибудь закрытого заседания правительства. А уносить их домой и вовсе запрещено. Но выяснилось, что подобными запретами довольно часто пренебрегают, что и привело к таким печальным последствиям. Дело расследует военная полиция. Довольно строгие протоколы. Есть вещи, которые просто нельзя выносить за пределы определенных военных баз или лагерей. Есть вещи, которые можно выносить, но при определенных условиях. Например, компьютер должен быть заблокирован специальной системой. Компьютер, если он находится дома, должен быть в сейфе. Если он в машине, вообще его нельзя оставлять. Хагай Тополенский. Офицер очень заслуженный. Боевой летчик. Участвовал в военных действиях. Много лет прослужил в ВВС. Сейчас он находился, по сути, на пике своей военной карьеры. Но в таких делах былых заслуг не бывает. Генерал нарушил прямой запрет и был вынужден подать в отставку. В израильской армии отношение к подобным нарушениям непримиримое. В октябре этого года был отстранен от службы полковник, который также вынес с территории Генштаба компьютер с секретными документами. А самый, пожалуй, анекдотический случай произошел лет 7 назад на голландских высотах на самой границе Сирии в одной из зенитно-ракетных частей. Там офицер изучал описание нового оружия, которое недавно поступило на вооружение. И документы, и само оружие были секретными. Но тут налетел порыв ветра и вырвал у военного из рук листы этих секретных документов и унес их на территорию враждебного государства. В итоге туда пришлось посылать отряд спецназа, чтобы собирать утеряны. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Отель имени Трампа от нового президента США требует продать роскошную гостиницу в центре Вашингтона конгрессмены. Почему? Что он сам на это ответит. Дмитрий Анопченко видел отель раздора, с которым Трампу так не хочется расставаться. Здесь все по высшему разряду. Огромный ресторан, куда пригласили лучших поваров мира. Невероятных размеров спа-зона, которую проектировала лично Иванка Трамп. Роскошные номера с высоченными потолками и огромными окнами. Самый дешевый 600 долларов в сутки. Более представительские до 10 тысяч за день проживания. Трамп-отель в Вашингтоне и открылся так всего несколько месяцев назад. В здании бывшего главпочтамта, всего в двух кварталах от Конгресса. Владелец от него в таком восторге, что незадолго до выборов даже прервал агитационную кампанию, чтобы вместе с детьми перерезать красную ленточку. Трамп тогда пошутил. В центре Вашингтона есть только два самых желанных объекта недвижимости. Белый дом и его отель. Но ему и в голову не могло прийти, что теперь от него потребуют выбирать. Мол, оставляй или то, или другое. Демократы в парламентском надзорном комитете потребовали от Трампа новенький отель продать. Дескать, не президентское это дело. Ведь если, к примеру, кто-то из мировых лидеров, приехав в Вашингтон, поселится у Трампа, не станет ли это взяткой? А если правительство страны, с которой у Соединенных Штатов конфликт, заплатит за проживание своей делегации, это как расценивать? Налицо конфликт интересов, заявляют демократы. Чего в этом больше? Реальной обеспокоенности или попыток ущипнуть человека, который выиграл у Хиллари? Сказать сложно. Как сложно разобраться и в юридических хитросплетениях. Ведь формально этот отель принадлежит не лично Трампу, а его компаниям. Но тем не менее, уже сейчас понятно. В Конгрессе назревает парламентский бунт, который может проявиться не только, как сейчас, в мелочах, но и в куда более принципиальных вопросах. Сам Дональд Трамп историю с отелем пока никак не комментировал. Он сейчас о другом думает. Как в целом поступить с принадлежащим ему бизнесом? Ведь любой его проект после вступления в должность может стать поводом для обвинений. Миллиардер уже заявлял, закон не мешает ему управлять одновременно и бизнесом, и страной. Но он все же перепишет компании на детей. Объявить об этом должны были как раз сегодня на специальной пресс-конференции в Нью-Йорке. Но ее неожиданно перенесли на январь. Так что Дональд Трамп взял паузу. Бизнес всегда был смыслом его жизни. И расставаться с ним теперь сложно и психологически, и технически. Очень непросто все оформить. У него еще есть время до января, до 20-х чисел. Практически до дня инаугурации. Ну а что касается самого отеля, то даже если владелец поменяется, в чем тоже есть сомнения, то название заменят вряд ли. Ведь так много туристов, приезжая в Вашингтон, хотели бы, отвечая на вопрос, а где ты остановился, сказать своим родным и близким, ну где-где, у Трампа переночевал. Из Соединенных Штатов. Дмитрий Ановченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Гимн США на инаугурации Дональда Трампа споет 16-летняя звезда. Участница от телепроекта «В Америке есть таланты» Джеки Иванко уже поделилась радостной новостью в интервью телеканалу NBC. Призналась, что очень волнуется. Ранее сообщалось, что выступить на церемонии может рэпер Канье Уэст. Напомню, на инаугурации Барака Обамы в 2013 гимн исполняла певица Бейонсе. Для кого из знаменитостей 2016-й стал поистине золотым? За что пришлось извиняться чилийскому министру и зачем австрийским властям Дом Гитлера? Об этом и не только в нашем обзоре. Создатель «Звездных войн» по версии Форб самая богатая знаменитость уходящего года. Его состояние оценивают в 4 миллиарда 600 миллионов долларов. Большая часть этих средств поступила от продажи компании «Лукасфильм». На втором месте режиссер Стивен Спилберг. У него 3,7 миллиарда долларов. Третья в рейтинге телеведущая опра Уинфри с почти тремя миллиардами. Чилийскому министру экономики Луису Филиппе Сэспедесу пришлось оправдываться за надувную секс-куклу. Вернее, за свою реакцию. Подарок ему сделали бизнесмены, да еще с надписью, чтобы стимулировать экономику. Принимая презент, Сэспедес улыбнулся. За это на него обрушились обвинениями в женоненавистничестве. Министру ничего не оставалось, как принести извинения. Австрийские депутаты хотят забрать дом, в котором родился Адольф Гитлер. Трехэтажное здание в городе Браунау-Ам-Ин отказывается продавать его владелице Герлинда Помер. И вот уже 44 года городские власти арендуют его, чтобы дом не превратился в место паломничества для неонацистов. Вот только платить стало невыгодно. Принятый закон позволит насильно изъять недвижимость. Владелицы выплатят компенсацию. В индийском Тривандруме арестовали 12 посетителей кинотеатра за то, что они не встали во время исполнения гимна. Позже отпустили. Однако нарушителям грозит административное наказание за неуважение к гимну. Месяц назад индийский Верховный суд постановил, что перед каждым фильмом зрители должны слушать его стоя. Задержанные оправдываются. Боялись, что если встанут, потеряют свои места. И вернемся в Брюссель, где только что завершился саммит ЕС. У Софии Гордиенко, которая там находится, есть новости, касающиеся Украины. София, какие заявления прозвучали? Ну, это шаг и мат голландским популистам, которые на самом деле именно своими страхами инициировали референдум. Ратификация соглашения об ассоциации будет, просто она будет слегка с поправкой. Здесь написано, что ассоциация не означает для Украины статуса кандидата в ЕС, а также то, что ЕС не будет предоставлять Украине военную помощь и финансовую. Но отдельные страны-члены могут эту помощь предоставлять. Что, впрочем, не особо большая проблема, потому что если наши чиновники зашьют свои карманы, то и помощи особой от ЕС не понадобится. Так что новости хорошие. И для нас, кстати, и для Марка Рютта, потому что парламент сказал, что он одобрит именно этот вариант. Студия. Спасибо, София, за хорошие новости, а за развитием событий. Следите на нашем сайте подробностей.ua. А завтра не пропустите информационный вечер с Алексеем Лихманом. Я желаю вам всего хорошего и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok